Вот наступила снова долгожданная весна, уже теплая весна, предлетние дни, которую всегда ждешь целый год. Да, наверное, как я всегда думаю, говорю, со мной все согласятся, самое мое. В общем-то, любимое время года – теплые вечера, длинные дни и кругом вот это самое любимое майское цветение. Я снова приехал на ВДНХ, на выставку, которая с каждым годом сражается, улучшается, ремонтируется, что очень радует. Даже здесь сейчас открыта, как известно, всероссийская выставка-форум. Но я вот специально приехал в эти майские дни, подождал, пока расцветет сирень, мой любимый – Серенгарий. Он находится на окраине ВДНХ. И несмотря на обилие народа на выставке, там, где фонтаны, сюда очень мало кто заходит. Хотя очень удобно сделали. Здесь сейчас ходит бесплатный автобус, маршрутка по всей территории. Я даже не ожидал, по-моему, даже в прошлом году такого не было. И вот как раз можно даже, лишний раз, если не хочется идти, можно доехать сюда. Это в районе фонтана Колос за павильоном Космос. Этот сиренгарий был, оказывается, создан около 40 лет назад. А я даже не знал, что здесь, только где-то буквально позапрошлым году, наверное, узнал, что здесь есть такое роскошное весеннее место. Особенно приятно прийти вечером, когда наступает вечерняя весенняя прохлада. Эти пышные, расцветшие, наконец-то, цветы благоухают. Даже на расстоянии чувствуется, просто манит этот запах. Тут десятки всяких видов. Но, к сожалению, я не знаю, это только специалисты знают название всех этих кустов, как они называются, как они были сенсионированы, как выращивались. Это уже, конечно, вопрос специалистов. Остается просто чисто полюбоваться этой необыкновенной красотой. Я говорю, действительно, наверное, из всех цветов, самые любимые именно майские. Тюльпаны, сирень. Ну, и чуть позже, сейчас вот начнут уже благоухать пионы. Конечно, какие-то есть цветы летом, какие-то цветы у нас цветут и осенью, понятно. Но почему-то вот эти вот майские, почему-то самые у меня любимые. То ли потому, что их ждёшь целый год после зимы, тёмный, холодный. То ли потому, что оно действительно, как сирень, имеет какой-то просто волшебный аромат. И чем вот раньше как-то вот так, ну, особо не замечал. Ну, сирень, сирень как-то так, ну. Ну, вот только сейчас воспринимаю, что это действительно какой-то волшебный аромат. Погружаешься в какие-то сиреневые миры, как я уже говорил в своё время, постоянно вспоминая картины Врубеля. У него есть две картины, сирень, вот как раз, как буквально списан из таких кущ. Можно себе представить, как вот раньше, да и сейчас, наверное, в многих садах растут такие кусты. Что вот они, говорят, выросли вот до такой степени. Из маленьких росточек мне вот рассказывали, это нужно примерно 20 лет. Вот так. То есть целый человек вырастает, что вот выросли вот параллельно вот такие кусты. Ой, какой роскошный сорт, удивительно сортовой. Хочется, конечно, всё вот это вот перенести как-то домой. Но, к великому сожалению, я заметил, что вот такие вот самые роскошные сорта, особенно вот очень мною любимые, да, наверное, нам многие согласятся, бордовая сирень, они очень плохо стоят в вазе. Может быть, им что-то добавлять надо, не знаю, но почему-то вот. А вот самые такие простые вот сорта, белые, сиреневые, они как-то вот стоят намного лучше. Всегда приятно принести такой большой куст себе домой. Ну, а уж тем более полюбоваться на природе. Смотришь, даже уходить не хочется. Уже вечером темно, включились фонари. Вот так вот прийти пораньше, да можно провести почти целый день. В этом году, казалось бы, несколько пораньше сирень зацвела, но помешали вот эти майские морозы, снег. Но, тем не менее, поэтому сейчас вот она благоухает. Несколько лет назад здесь был построен храм святого Василия Великого, храм-часовня. Это храм, приписанный к находящейся недалеко от метро ВДНХ, церкви Тихвинской Божьей Матери, которая всегда, как известно, была действующей. И здесь службы ведутся только по воскресеньям. Ну, видимо, в субботу вечером, в воскресенье утром. Интересно посмотреть вообще убранство этого маленького храма. Храмов у нас сейчас очень много, но вот как-то немного таких, наверное, камерных храмов, часовней. Она очень представляет собой интерес, как сочетание там самых разных архитектурных стилей. И новгородского, и Владимира Судольского, и московского. Вот, как бы, показать, что Москва, конечно, впитала все вот эти древние архитектурно-художественные традиции. Вот как раз этот вот сорт. Мне очень нравится бордовый. Опять-таки, ну, я не знаю, как он называется, но тем не менее, необыкновенно красивый. Можно любоваться сколько угодно. Вот сидишь, какая-то, вы знаете, просто действительно волшебная сила. Сидишь вот здесь на скамеечке, и даже вот уходить не хочется. Какое-то, действительно, какая-то самая настоящая релаксация, ароматерапия. И вот удивительно, сколько людей сейчас посещают эту выставку. Это ведь одно из сейчас самых значимых вообще таких достопримечательных мест Москвы. Все-таки эта выставка, она получила, возродила свой вот такой статус, действительно такой, ну, одну из главных московских достопримечательностей, что очень радует. А вот сюда мало кто заходит, мало кто это знает, и, в общем-то, мало кто рекламирует это все. Если бы, конечно, это было бы где-то в начале этой выставки, наверняка бы сюда бы шли бы люди, посидели бы, тут засиживались, любовались, фотографировались. Ну, тут как вот не придешь, всегда так единицы ходят. С одной стороны, конечно, и хорошо как-то, тихо так, камерно, спокойно. А с другой стороны, конечно, вот люди не представляют, что здесь, ну, есть такая необыкновенная красота. Ведь совсем немного таких мест в Москве, где, ну, можно увидеть вот такое сиреневое благоухание. Где у нас там можно увидеть, в основном, это, ну, понятно, сиреневый сад на сиреневом бульваре. И вот, наверное, здесь больше я не могу припомнить где-то еще. Конечно, везде есть какие-то, высаживаются кусты в разных московских парках. Но чтобы вот такие вот были действительно вот классически созданные серенгарии, конечно, вот больше припомнить не могу. Наверное, у нас только два места. Смотришь, каждый год не перестаешь восхищаться. Один куст роскошнее другого. Целая вот эта вот такая цветочная галерея. Один сорт переходит в другой. Перестаешь восхищаться даже вот этими соцветиями каждого растения. Разные соцветия. Я помню, еще в детстве на даче у нас тоже цвела сирень. Была обыкновенная сиреневая и белая. И вот была такая примета. Конечно, сорвали, тоже ставили вазу. И когда видели, ну, обычно там просто такие были. Самая стандартная сирень была, конечно, не такая вот, как, например, вот эта. Опять-таки бордовая моя любимая. Обыкновенная такая, четыре лепестка, такое соцветие было. И иногда были пять лепестков. И вот была такая примета, что была удача. Надо было вот эти пять лепестков вырвать, вот этот маленький цветочек и съесть. И вот я помню, такой был очень интересный, даже такой, ну, вкусный, даже сам по себе такой сладкий такой, сладковатый такой вкус. Вот такое вот, такое детское воспоминание. Да, удивительно. Все эти воспоминания жизни оказались, в общем-то, самыми яркими. Столько удивительного. Как хорошо, вот каждый раз сюда приезжаешь и всегда это как-то воспринимаешь по-новому. Удивительно. Да и вообще, жить в Москве всегда где-то чем-то можно занять. Ну, вот себя, ну, честно скажу, вот не знаю кому как. Вот зима, конечно, она все-таки как-то давит вот этой холодом, темнотой. Как-то особо, как-то мало располагает каким-то поездкам. Кто-то, конечно, любит там. Ну, вот я как-то не очень в этом плане проявляю какую-то активность. А вот когда вот начинается весна, именно тепло и светло, светлый день. Вот так хочется постоянно куда-то ходить, ездить, что-то смотреть. И всегда новое что-то можно увидеть. Даже какие-то вот такие места, которые уже видел, но тем не всегда. Все это воспринимается как некий душевный праздник. Вот, наконец-то, появилась белая сирень. Даже удивляюсь, сколько-то я был на ВДНХ в детстве, в юности. Но вот только буквально пару лет назад я узнал, что здесь есть такое прекрасное место, этот сиренгарий. Он, кстати, расширяется. Там, на другой стороне, совсем не рядышком, посажены новые кусты, совсем молоденькие. Очень тоже радует, что все-таки все это имеет такое продолжение. Видимо, какие-то будут новые селекции, какие-то новые сорта. Вот еще даже не совсем распустившись соцветия. Так что, наверное, до конца мая все это весеннее торжество будет благоухать. Как приятно. Еще цветут тюльпаны. Была такая песня. «Светут тюльпаны, улыбка весны». Действительно, лучше не скажешь. И вот храм святого Василия Великого. Очень интересно. Вот я говорил, портал такой, сочетающий элементы Владимира Суздальские и Московские. Вот так вот смотришь, как целая такая вот энциклопедия древнерусской архитектуры. Окна еще XII века Владимира Суздальские. Ну, а, конечно, главка, типично московская, XVII века. Удивительное какое-то воздействие производят эти кусты. Каждому хочется подойти, непременно каждый хочется понюхать. Хотя запахи-то, в принципе, одинаковые, но все равно необыкновенный аромат. Что-то вспомнили, даже были духи такие. Да, не помню, сейчас есть. Называется «Рижская сирень». Выпускались тогда еще давно. Рижской парфюмерной фабрики. Когда все это все покупали, так все это было популярно. Это было недавно. Это было давно. Когда я только подошел сюда, как раз зажглись эти желтые фонарики. Стало совсем прямо-таки, скажем, романтично. Я обычно предыдущие годы всегда весной ездил на Сиреневый сад на Сиреневом бульваре. На учет сейчас вот эти вот годы как-то потянуло на ВДНХ. Просто для меня это было открытие, поскольку, я еще раз говорю, я совершенно не представлял, что здесь есть такое, ну, роскошное место. Конечно, я сейчас удумаю прийти сюда в солнечный день. Конечно, все это, может быть, еще более сверкает, благоухает под лучами солнца. Но зато вот вечером, именно вот вечером прохладный такой вечер очищается, как никогда вот этот, на всю округу этот прекрасный Сиреневый аромат. Ведь сколько у нас цветов растений, ведь, наверное, я не знаю, что сейчас вот думаешь, сравниваешь, что можно сравниться вот по запаху запахом сирени. Это, наверное, мало что. Сейчас вот припоминаю, ну, что может, какие цветы у нас так великолепно пахнут. Ну, наверное, что, есть такое еще. Ну, это, конечно, уже не кусты, а просто цветы. Душистый табак, ну, и, конечно же, весенний нарциссы. Вот почему-то нарциссов здесь на ВДНХ да вообще сейчас что-то очень мало нигде не продаются. Тоже один мой любимый цветок. Я все думаю, какие у меня еще любимые весенние цветы. Тюльпаны, сирень, думаю, что-то еще. Конечно же, да, конечно же, нарциссы. Раньше они как-то были более популярны, но сейчас вот что-то вроде редко где увидишь. Как удивительно. какое чудо природы, чудо Божие, когда весной становится тепло, вот как действительно такой подарок, вместе с этим теплом, длинным днем, вот именно такие вот самые, пожалуй, прекрасные, как вот весенние цветы, пожалуй, говорю, несравнимые, наверное, больше ничего, но в всяком случае, которые произрастают в нашей средней полосе России. Субтитры создавал DimaTorzok